МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАГЛЯДАМ АСНЫНЫХ ПАДЕЙ ЖИТЯ В ОБЛАСТІ ПРОГРАМА НАВИН РЕГІЙОНУ СТУДЫЙ КРИСТИНА КАРАНКЕВІЧ ВИТАЮ ВАС ИУ ГЭТЫМ ВЫПУСКУ ГЛЯДІТЕМ ЗМОГИЛЁВА ТЯПЕР И У ЄГИПЕТ ПЕРШИЯ ПАЛЁТЫ ЧАРТЕРУ УЖО НА НАСТУПНЫМ ТЫДНИ ЧАСТІНКИ МОШЧУ МАТРОНА МОСКОВСКОЙ У СПАСА ПРОВРАЖЕНСКИМ СОБОРЫ МОГИЛЁВА З ЯКИМИ ПРОЗЬБАМИ ИТУТЬ ВЕРНИКИ КАЛИ ГУЛЬНЯУ ПИН-ПОНГ НАТХНЯЯ НА ПЕРАМОГИ ЮНЫЕ ТЫНИСИСТЫ В ОБЛАСТЮ У ПРЫЗЁРЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ДЮН МОЛАДІ ПА НАСТОЛЬНЫМ ТЫНИСЕ СИСТЭМА ОТЯПЛЕНИЯ ЖИЛЁВАГА ФОНДУ МАГИЛЁЩЧЫНЫЙ БУДЕ ПЕРАВЕДІНА У РЫЖИМ ПРАТЕПЛЮВАНИ ОТПАВЕДНЫЙ РЭКОМЕДНАСЫЙ ЛИСТ НА КЕРАВАНЫЙ УГАРЫ И РАЙВЫ КАНКАМЫ В ОБЛАСТІ ПРАГЫТА ДЗНАЧЛЮ У АДДЕЛЮ ПАЛЬВА ЭНЕРГІТЫКИ МОГИЛЁЩКАГА АБЛВА КАНКАМА ТАКОЕ РАШЕНЮ ДОКЛАДНЯЮТ СПЕЦЯЛЮСТЫ АДДЕЛА ПРЫНЯТЫ У СОВІЗІ С ПАВЫШЕННЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ У БЛЯЖЕЙШИЙ ЧАС ПЛАНУЮЦЯ ПЕРАВЕСТИ СИСТЭМУ ОТЯПЛЕНИЯ ЖИЛЯ У МАКСИМАЛЬНЫЙ РЫЖИМ ЭКОНОМЕЙ АЛЕЗУ ЛИКОМ ВЫКОНАНИИ СОЦИЯЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ Нагадаем, згодно с ними, комфортной температурой экваторых лишатся покажеке от 18 до 24 градусов тепла То же самое дотычить и социальной сферы Дарэчэ и по прогнозе могилёвских синоптиков в ближайшие дни надворье довольно теплое Так 17-го кастрычника будзе воблачное с прояснениями надворье по в области местами махчимаопадки А слупок термометра в день узнимется до плюс 13 и плюс 17 градусов У сираду стане ящик руху теплей, местами навык до плюс 18 АЛЕ УЗМАЦНИЦА ВЕТЕР, ПАРЫВЫ СКЛАДУЮТЬ ДА ЧАТЫРНАЦАТИ МЕТРУ ЗА СІКУНДУ И У ЧАТВЕРТАК САМА ТЄПЛА И БЕЗ АПАТКОВ У НАЧЫ ПЛЮС ТРИ ПЛЮС ВОСЕМ У ДЕНЬ ДЕСЯТЬ ШАСНАЦАТЬ СА ЗНАКОМ ПЛЮС З Магилёва у Египет. Идея стала реальной. 24-го кастрычника Аз Магилёвского аэропорта самолеты накеруются у Хургаду. У гэтым сезоне планують организовать 9 чартеров Перевозки будзе выконывать компания Белавия самолетами Боинг 737-800 По словах специалистов, гэта новые самолеты умешальностью 189 месяцев Магилёвский аэропорт давно вёл перамовы про гэты Паудневы накерунок Дарэчы, адзін з самых популярных. Нагадаем, сёліта з Магилёва летали у Турцию Дагэтыль распачаліся палёды з обласного центра у Болгарую И вопыт гэты был станучев. Сёліта пера везли 2350 человек, 19 рейсами Палютные программы подбирають турфірмы и пакуль Магилёв, другие обласный центр Пасля Витебска, где организованы подобные чартеры Больш за 4000 замежных грамадян наведалі сёліта здравніцы Магилёвской області Такая тенденція надзіраецца апошнія годы. 90% адпачываючих гэты росіяні Так само сяродноведвальнікаў нашых санатореў были і грамадяні Ізраэлю, Германии, ЗША, іншых країн близкага і далёкага замежа. Гастей вабець здравлёнчая паслуги і їх кошта. Для здравніц гэты махчымасць зарабіць, павысіць сваю рэнтабільнасть У Магилёвскі в області працуюць 11 санатореў. У замежных грамадян на адпачынок СЁЛЕТА праймали половы з їх. У безумовных лидерах Бабруйскі санатореў имя Ленина минавито тут проняли 60% усіх замежных грамадян, что СЁЛЕТА наведали здравніцам Магилёвщины. Спеціалісты лічат, що такому выніку посприяв якосны маркетинг і эффективна работа з замежными туроператорами. Они дополнительные услуги оказывают. Они, в частности, разработали оздоровительный пятидневный тур в рамках безвизового режима. Республика Беларусь тоже пользуется популярностью. Они активно используют интернет-ресурсы, продвигают свой сайт в социальных сетях, активно используют онлайн-бронировання, онлайн-оплату, і это даёт свой результат. Доволі эффективно працює по експерте оздоровленьшых послуха санаторий имя Орловского у Кировскім районі. Юнь невелікі на 66 місців. Аднак більш за полову путёвок за опошні 9 місяців тут набыли мінавіта замежні грамадяні. Айчынные санаторы запрашають гостей круглый год. Медыцинскі послуги можна отримать і в зимку. Апошнім часам пачалі надаваць большу вагі і тематычному отпачинку. Наприклад, святочные мероприємствы подчас новогодніх святаў. Тысяча паломнікаў што дня. Частінкі можчаў Блажэнной Матроны Московской пробылі ў Магілёў Спаса-Праображэнскі Сабор. Православная царква адзначаю, што Матрона Московская ашчы прожыці. У першій палові минулого стагодзе прославілася шматлікімі цудамі. З якімі просьбамі ця перыдуть вернікі до каўчэга, доведаліся нашы корреспондэнты. Спаса-Праображэнскі Кафедральны Сабор одночасово може змясіць каля паўтысячі людзей. Чарга дамошы ў святой Матроны вялікая. Аднакі она рухаецца худка. Па словах вернікаў, меньш гадзіны трэба прастояць, каб папрасіць Блажэнную праза Паветнэя. Прошу, одного здарова я прашу. Здарова для дочарі буду просіць, і все со мной очі. А пра неў, знаеш, што Блажэнна святая. Целительница помогала людзям, советамі, добрымі деламі. Монастырь, ёё і мощў ёо в Москве, ну і нам такая благодать здесь побыть. Да, Матроны по традиції верніки ідуть с кветками. У Могилёве с букетами адзинки паломника укажуть. Усё за недосвеченности. В Покровском монастыре, где покоятся мощи Матронушки, ну так заведено, я посмотрела, там люди идут все с цветами, и взамен они получают освященные цветы уже другие, которые уже прикоснулись к мощам Матронушки. Может быть, и у нас что-нибудь подобное возникнет, я не знаю, но пока нет. Если кто-то желает, пусть он приложит свои цветочки, которые он принёс, и заберёт их себе в благословение. По словах Святаро, у Русской Православной Церкви за допомогой у житёвых непорадках верніки звертаются с просьбами Яшэда двёх блаженных – Ксении Петербургской и Валентины Минской. А вось частинки мощи у Святой Матроны будут находяться у Могилёве до 20 тёмного кострышника. Поклониться им можно с 8-ми годин раниться до 7-ми вечера. Татьяна Сергеичек, Виталь Алексеенко, Новины Региона. Першая премьера у новым театральном сезоне. Спектакль с колоритной назвой «Дурочка и зэк» представили у Могилёвским областным драматичным театры. Пьесу российского автора Владимира Лицкого на Могилёвской сцене поставил столичный режиссёр Андрей Гузий. На дебютном показе побывала наша здымочная группа. Сейчас вокруг так много нечестных людей, даже страшно. У вычворным и бездумным свете нормальными могут быть только варьяты. Йон Махляр и Пройдисвет, Яна Хвора и на юная дурочка. Абсолютно розная герой, яких объедновывая Мара Прокаханья и Вера Уцуды. Пьеса написана, можно сказать, в таком бытовом плане. Но мы ушли от быта. И здесь в сцене существует как бы разбитое зеркало. Такой момент зазеркали до и после. Здесь это очень важно. И музыка очень важна, и сценография очень важна. Это действительно составляющая часть спектакля очень-очень значимая. Спектакль у Першиню поставили на белорусской сцене. На премьеру Могилёв приехал и аутер пьесы Владимир Лицкий. На мой взгляд, получилось намного лучше, чем было, потому что появились какие-то дополнительные смысловые пласты. Это спектакль о любви, о добре, о милосердии, о том, что у нас подменены какие-то понятия в нашей современной жизни. Першими премьеру убачили театральные окрытики и журналисты. Дарычи, у спектакля два актерских склада. Таму постановку варто поглядеть у разных версиях, кажут театралы. Там вещи, которые, в общем-то, сродни крестьянским истинам. О любви, о вере, о доверии, о правде. И вдруг я подумал, мы называем её дурочкой. Что-то с нами происходит. Это меня напугало. Я захотел эту историю рассказать. Зайк приехал в другой город. И, сидя на остановке, он просто решил развести девушку. Он украл у неё телефон, кошелёк. Но что-то внутри, я не знаю, может, ёкнуло у него. И он решил как-то ночевать негде, некуда идти, чужой город. Ну и он вернул и телефон, как бы сказал, вот я нашёл там и кошелёчек ваш. Ведь пьеса о чём? Там и говорится так, о двух ненужных людях. То есть эти люди никому не нужны. Вот эта дурочка и этот зэк. Сирота. Одна на всем белом свете. Илля Соболёв, Александр Тарасов, Новины региона. Музыка надеи от лепших юных скрыпачов и виолончелистов в области. У Могилёвским державным музычным колледжи Мярымского-Корсакова завершается отборочный тур до международного конкурса выканавцев на гэтых струнных смешковых инструментах. Удельники журы отзначают, что не просто выбирают лепших, а махчимаяшче и знайомиться со своими будущими навученцами. Валентин Кошинц-Бабруйска рапетует перед самым выходом на сцену. Хлопчик займается на виолончели три годы и уже удельничу у разных конкурсах. Але гэты зараз для его самые отказные. Конкурс международный. И волнуешься, но надеешься на то, что получишь какое-нибудь место, пройдешь дальше. Музыканты от 8 до 16-ти годов на конкурсе представляют по два творы – концерт и пьесу. У нас было четыре новых произведения. Мы их сделали буквально за эти полтора месяца и лета, конечно, работали. Мы позволили себе только одно произведение повторить с прошлого учебного года. Было очень сложно. У конкурсной журы с задовольнением отзначают, что представники районных школ мастадствуют шассом не уступают своим ровесникам с областного центра. Даже казалось бы, что все-таки немножко периферия, она, может быть, где-то немножко уступает. Но, тем не менее, я хочу сказать, что уровень, в принципе, где-то почти одинаковый. С 32-х протендентов журы отобрало девятерых, кто представить Могилевскую в область на международном конкурсе «Музыка надеи». Одна из них – Виолетта Уласевич, якая перемогла у своей взрослой категории. Я готовила еще с прошлого года, но я волновалась очень сильно. Я занимаюсь скрипкой седьмой год, уже выпускной, и мне нравится скрипка. Финал конкурса пройдет в Гомеле с пятого по восьмое Снежня, так что у юных музыкантов из Могилевщины еще есть час попрацовать над своими конкурсными творами. Дарья Семянько, Миколай Соболев, Новина региона. Юные теннисисты Могилевской в области и сирот призеры у детячого турниру. Спарткомплекс Олимпийц примау Олимпийские дни молоди. За спортивными перепятами назирала наша здимечная группа. Олимпийские дни молоди – это свой особливый юнацкий чемпионат Беларуси. На финальной встрече проехали мацнейшие аматеры пингпонгу – сиротых Могилевщанка Дарья Кисель. 14-ти годовая девчина – узыходящая зорка айчинного спорта. На этом турнире гуляла неупершенню. Тяжелее, чем в прошлом году. Почему? Другие участники, старшие участники стали играть, девочки посильнее, и мне с ними тяжелее играть. Но это лучше. Это лучше, это опыт. Сирот 28 девчат на турниры Дарья стала шостой. Годный выник перед поездкой на международный турнир у Венгруя. Трапить на ягу плануя и еще один могилевчанин – Роман Вергунов. У 20 год у ягу значный опыт, что и да помогло у нервовым поединку за выход у финал. Психология. Он все хотел отыграть по-быстрому. Очень сильно хотел сыграть. Днажды было просто отыграть стабильно. Просто попасть на стол, можно так сказать. Роман Вергунов у вынику стал другим на Олимпийских днях молоди. Его сябар по команде Андрей Лабанов – пятым. Высокие места позволили у агульнокамандным залегу нашей области занять третье место. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, Новин Региона. Будучи азорки гандбола, спаборничали у Могилеве областный центр, примав матчи другого тура детячая юнацкой гандбольной лиги Беларуси. У гостей до Могилевской приехали команды за Шмянов, Новополоска и Минска. За агульнями турниру назирал Илля Соболев. 44 команды из всей Беларуси и сотни поединков у разных взрослых категориях. У першиню маше детячая юнацкой лиги проходили у нашем регионе. Спорткомплекс «Техноприбор» примав гульни у дельников квартета «Б». Могилевчане на хатні пляцовцы были у роли фаворитов. Павел Статкевич стал лепшим игроком матча открытия турниру. У стартовой встречи могилевчане упевнены переграли соперников с Новополоска 22-8. Не хватило защиты, там у нас были провалы. Потом нападения тоже были провалы. А Шмяна и Могилев, мы с ними одного уровня, а Минска, ну они более выше, сильнее. Важно развивать гандбол именно с раннего возраста, чтобы эти дети нигде не затерялись, чтобы их можно было вовремя подхватить и отправить сначала в фармкоманды, а потом в основной состав. После перемоги над Новополоском наши гандболисты соступили хлопцам с Минска и Ашмяна. Однако по выниках двух туров могилевчане стали другими. У своей группе и протягивают боротьбу за узнагороды турниру. Ганна Лапой для Соболев, Миколай Соболев, Новина региона. Усе новины про житие в области на нашем сайте. Это вармогилев.бай, ну а я с вами развитываюсь. До встречи в эфире.